Академия War Thunder С самолётом в аркадном режиме Пройдёмся по интерфейсу, управлению, всем видам вооружения И даже изучим пару приёмов высшего пилотажа Лазить по настройкам игры мы не будем, за одним исключением Сразу зайдём в меню «Управление» «Мастер настройки управления» И для воздушной техники выберем профиль «Клавиатура и мышь» «Продвинутая» Тогда управление тягой перейдёт на Shift и Ctrl, освобождая клавиши S и W для тангажа И позднее вы убедитесь, что это удобно Будем считать, что обучающую миссию мы прошли И теперь отправляемся в первый боевой вылет Пока идёт загрузка, перед нами карта Синим цветом — союзники, красным — враги Иконки самолётов обозначают места возрождения авиации Танки и линии от них — расположение наземной техники И направление её атак на укрепление врага Бой будет идти до тех пор, пока одна из команд не потеряет все свои наземные цели Вот линейка доступных самолётов, а также разные настройки Сведения, боеприпасы, топливо Оставляем всё как есть Тем временем загрузка завершена, и мы в небе Откроем карту по кнопке «М» Тут видно расположение наземных целей обеих сторон А также всей дружественной авиации Более компактная карта «Радар» постоянно висит в правом верхнем углу экрана Что ещё показывает интерфейс? В левом нижнем углу — счётчик целей, который осталось уничтожить командам Внизу справа — сообщение о победах игроков А чуть выше — повреждения, которые мы наносим противнику Внизу слева, напротив, видно, какой урон нанёс нам враг Наконец, слева наверху — несколько индикаторов Сила тяги, скорость и высота полёта И при желании можно вывести сюда дополнительные параметры Это делается в разделе «Настройка интерфейс» И если, например, температура масла в «Аркаде» нам вряд ли нужна То оставшийся боекомплект придётся весьма кстати Текущее соотношение сил мы видим наверху экрана Синяя полоска — наш прогресс до победы Красная — прогресс врага По мере уничтожения целей обе полоски убывают Чья раньше сойдёт на нет, тот и проиграл А вот и первый враг Советуем всегда фиксировать цель нажатием на колёсико мыши или клавишей «Х» Тогда на радаре противник будет обведён белым контуром А если потеряете его из виду, направление подскажет специальная стрелка Для удобного прицеливания есть функция «Зум» клавиши «З» Но будьте осторожны В режиме прицеливания обзор сужается И есть риск, к примеру, не заметить севший на хвост истребитель Расстояние, с которого теоретически можно повредить чужой самолёт Около полутора километров Но в реальности это почти невозможно Даже в режиме прицеливания Открывать огонь с такой дистанции имеет смысл только по неподвижным наземным целям Убойная дистанция для воздушных — не более 400, максимум 600 метров Стрелять лучше всего короткими очередями Иначе орудия, перегреваясь, рискуют заклинить И тогда придётся ждать, пока они придут в норму Следить за перегревом позволяют красные отметки вокруг прицела Основа меткой стрельбы — правильное упреждение Чтобы пули попали куда надо, целиться следует совсем не в то место, где сейчас находится противник Целиться надо туда, где он окажется к моменту подлёта пули В наземных боях разница обычно невелика Зато в боях воздушных, где огромные скорости и приличное расстояние Расчёт упреждения начинает играть очень важную роль Взять верную поправку в аркадном режиме поможет маркер упреждения Автоматически выполняющий за вас все расчёты Ну или почти все Одна хитрость с ним всё-таки есть Берите упреждение чуть большее, чем советует интерфейс Маркер показывает, где окажется центр вражеского самолёта А наводясь чуть дальше, мы увеличиваем площадь поражения цели Теперь поговорим о сведении Орудия часто стоят на крыльях самолёта Между ними приличное расстояние Как получается, что при стрельбе они попадают в одну точку? Ради этого инженеры идут на хитрость Они немного разворачивают стволы друг к другу Это называется горизонтальным сведением Оно определяет точку, в которой встретятся снаряды Очевидно, стрельба наиболее эффективна на дистанции, на которую сведены орудия И наоборот, если сильно ошибиться со сведением, мы будем мазать, стреляя буквально в упор Для аркадных боёв мы советуем ставить сведение на 400-500 метров Последнее, пожалуй, о чём полезно знать для меткой стрельбы — это явление параллакса Не углубляясь в теорию, суть его в том, что с близкой дистанции вы, казалось бы, целитесь прямо во вражеский самолёт Но в реальности прицел находится чуть ниже Просто цельтесь слегка выше самолёта врага, когда играете с видом от третьего лица Итак, мы разобрались, как стрелять из курсового вооружения самолёта Перейдём к вооружению подвесному — бомбам, ракетам и торпедам Чтобы рассчитать, куда попадёт сброшенная бомба, в авиации используется специальный бомбовый прицел Он доступен по клавише F7, но только на тех самолётах, у которых он был исторически предусмотрен конструкционно На всех остальных игра предложит вам виртуальный бомбовый прицел Для меткого бомбометания заходить на цель надо горизонтально, чтобы не сбить прицел Можно дополнительно приблизить обзор, нажав клавишу Z или правую кнопку мыши Также полезно понизить тягу Чем ниже скорость самолёта, тем точнее полетят бомбы Как только противник окажется в перекрестье бомбового прицела, жмём «Пробел» С виртуальным прицелом та же логика Ждём, пока он загорится красным и сбрасываем бомбу Ещё в настройках можно заранее указать задержку до взрыва — от половины секунды до десяти секунд Это полезно для бомбёжки с небольших высот, чтобы взрывом не задело ваш собственный самолёт Если цель слишком быстрая, чтобы попасть по ней бомбой, могут выручить ракеты Например, советский РС-82 или американский HVAR Загрузим их в самолёт, и в виде от третьего лица нам будет доступен специальный ракетный прицел На нём четыре деления — 200, 400, 600, 800 Это вертикальные поправки для разной дистанции стрельбы Тем не менее, лучше подлетать как можно ближе к цели, это уменьшает разброс Для пуска ракеты по умолчанию настроена цифра 4 Также на ракетах, на которых это было предусмотрено конструкцией, можно выставлять дистанцию подрыва от 200 до 1000 метров Это пригодится для поражения воздушных целей Последний тип подвесного оружия — торпеды Неотъемлемый атрибут военных действий на море Попробуем с их помощью потопить вот этот корабль Спускаемся как можно ниже, сбрасываем тягу до половины и ждём, когда появится прицел с прямой линией Она подскажет траекторию движения торпеды Зелёный цвет означает, что торпеда готова к сбросу, и попадание почти гарантировано Для пуска, как и с бомбами, жмём пробел Большинству кораблей хватит одной торпеды Но на авианосец или линкор их может уйти 2-3, а то и больше Учтите, что в воде торпеда движется довольно медленно С большого расстояния атаковать движущиеся корабли смысла нет Оптимальная дистанция — 400-500 метров Можно было бы подлететь и ближе, но это уже очень опасно Корабельное ПВО бьёт пугающе точно И, конечно, чем больше подвесного вооружения вы берёте с собой, тем тяжелее самолёт Если бомбардировщику скорость и маневренность не особо важны То истребителям и штурмовикам стоит задуматься Не станут ли они лёгкой добычей А вот, кстати, по нам как раз стреляют Пришло время рассказать о защитных манёврах Вообще, внимание на поле боя гораздо важнее крутых виражей Не должно быть такого, чтобы вражеский истребитель внезапно оказался у вас на хвосте Следите за радаром и периодически зажимайте «С», чтобы оглядываться по сторонам Свободно вращая камеру Итак, на хвосте у нас вражеский истребитель Во-первых, имейте в виду, что самое уязвимое положение самолёта Когда для обстрела открыты его нижняя или верхняя проекции Уходить от огня надо так, чтобы не показывать противнику ни верх, ни брюхо Во-вторых, поскольку враги часто ориентируются на маркер упреждения, имеет смысл двигаться по максимально непредсказуемой траектории В-третьих, для сложных манёвров не обойтись без управления тангажом В продвинутой схеме управления, которую мы выбрали, это кнопки W и S Ну а теперь давайте, наконец, уйдём из-под атаки Самый простой вариант, доступный в аркадном режиме, — это быстрый разворот на 180 градусов Для него достаточно использовать один из рулей направления — это клавиши Q и E Вы чуть потеряете по высоте, зато сможете развернуться, не подставляя противнику уязвимые места Но учтите, исторически и физически этот трюк недостоверен И, к примеру, реалистичный режим ничего подобного вам провернуть не позволит Лучше научитесь делать бочку Простой манёвр, когда самолёт поворачивается вокруг горизонтальной оси на 360 градусов Достаточно зажать одну из клавиш крена, A или D, и удерживать её до полного переворота Сама по себе бочка защитит вас плохо, так что считайте её чисто учебным упражнением Другое дело — модифицированная версия, размазанная бочка Делается она так Сбросьте тягу до 40-50%, затем зажмите одну из кнопок крена и положительный тангаж, кнопка S Чтобы ускорить выполнение манёвра, дополнительно зажмите кнопку руля направления В ту же сторону, куда направлен крен самолёта, к примеру, S, D, E Звучит сложно, но вы попробуйте Сделать намного легче, чем вам могло сейчас показаться Довольно часто размазанная бочка вводит противника в заблуждение И позволяет пропустить вражеский самолёт вперёд Что, к слову, нам как раз и нужно Попался! На этом мы заканчиваем наш первый урок Академии Вартандер Смотрите наше следующее видео о королях наземных баталий — танках А пока — удачной охоты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok